привет друзья и коллеги по хобби давно ничего не выкладывал решил снять небольшой влог на тему как аквариум выглядит на сегодняшний день также сегодня я сделаю подмену воды как бы кто знает в этом вообще нет ничего сложного кто особо не в теме тот посмотрит в ускоренном времени как это происходит из каких-то негативных моментов хочется отметить то что я упустил параметры в плане магний магний сильно просел до 1100 а должен быть приблизительно 1300 но сейчас я его уже практически вернул нормальное состояние увеличил дозу фр то есть добавляется побольше там скажем на 15 миллилитров сутки больше дозы стала плюс добавляю биомагнезиум от tropic marine тоже повышает уровень магния так что в целом магний практически вернулся на свое нормальное значение и кораллы стали чувствовать себя лучше потому что до этого я смотрю какие-то цвета чуть более блеклые стали коральчики к некоторые виды зонтов чуть более вялые стали а сейчас уже все в принципе более менее нормально ну и снимать я буду сейчас с рук показывать аквариум до что и как сейчас у меня тут себя чувствует есть какие-то даже новые обитатели купил пару видов точнее один вид зонтиков зонтус один вид политое купил и парочку лпс новых снимать я буду скорее всего при синем освещении и через вот такой желтый фильтр я использую для съемки именно фильтр накладку на очки потому что на этих очках уже есть поляризационный слой и плюс они желтые то есть да под ними выглядит всего кислотно ярко на самом деле коралла так ярко не выглядят до при обычного дневном освещении но мне нравится именно вечером смотреть через желтые очки также вечером я снимаю именно через эту же желтую линзу вот так выглядит синтепон после недели использования весь забитый детритом и какой-то еще грязью многие из вас скажут как так неделю неделю не чистить этот синтепон точнее не менять все это гниет все это скажем в воду выделяет ненужную органику и прочее прочее ну я хочу сказать что именно в моей системе получается что нитрат у меня сейчас пятерочка фосфат также 0.03 то есть вот это биозагрузка плюс пенник плюс пеллет реактор справляются со своей работой и при этом рыбу я кормлю три раза в день и нитрат у меня пока что выше десятки ни разу не поднимался в принципе вообще можно было убрать синтепон то есть я его убирал на какое-то время чтобы посмотреть будет ли лучше пенник выпенивать грязь но мне не нравится то что крупные частички грязи пролетают сюда дальше и попадают в биозагрузку там у меня уже афиуру переползли в эту биозагрузку то есть и выедают частички корма оттуда поэтому я решил пока использовать синтепон потому что у меня его много и надо его куда-то девать афиуру Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И тут ещё какие-то маленькие зонтики. Тоже не помню названия. Всегда вылетают из головы. Память как у золотой рыбки. Нифига не помню. И мои любимые саркофитоны. Прям шикарные. Тут тоже и спейсики потихоньку растут. Уже довольно прилично выросли. И мантипора вот эта красненькая тоже. Ну, самая дешёвая, обычная дешёвая, хотел сказать. Обычная классическая мантипора тарелочка. Она хорошо росла до того момента, пока саркофитон не вырос в три раза и не стал её затенять. Но поскольку саркофитон мне нравится больше, я не стал его резать, чтобы он открыл свет, так скажем. Так, вон там сверху тоже красивые мантипора с жёлтыми пятнышками. То есть, сама она бордовая, а пятнышки жёлтые. Тоже такая. Ну, факельная его филия. Так. Ничего не помню, показывал в том видео. Нет вот такого приблуду. Это увеличительное стекло. Мне эта штука очень понравилась. Но это, скорее всего, наблюдать именно за какими-нибудь акропорами. Она увеличивает прям так нормально. То есть, за мягкими кораллами не так будет классно наблюдать. Ну, хотя тоже прикольно. Здесь можно разглядеть какие-то маленькие деталички. В этом плане, вот эта вот линза мне прям очень понравилась. То есть, он сверху. Зонтики, пожалуйста. В общем, штука классная. Не помню, до сколько я покупал. Ну, она не дешёвая, хочу сказать. Ну, свои деньги отрабатывает, доставляет положительные эмоции, когда разглядываешь свои кораллы через увеличительное стекло. Хоба. Вот так вот. Сиркофитончики. Ну, когда близко снимаешь, она не особо прям увеличивает, а когда отдаляешь, прям довольно хорошо увеличивает. Ну, в целом, по-моему, неплохо. Единственное, что мне сейчас не нравится, это мои тути-фрути, которые уже, наверное, два месяца вот в таком состоянии, вот на дне. Я их тоже сейчас туда-сюда переставляю, но чего-то они пока у меня нет. Нет. Кстати, вон там, вон за ними ещё, как-ю, забыл мягкий коралл. Ниродактис. Ну, в общем, не важно. Тоже новичок там, вон торчит, чуть-чуть зелёненький такой. То есть, на плашке у меня тути-фрути, вон там вот в углу, в самом углу, чувствуют себя хорошо. А почему-то здесь, хотя они раньше всю вот эту вот, скажем, большую плашку зарастили, то после какого-то катаклизма, я не помню, какого-то, то ли со светом я переборщил, то ли ещё что-то. В общем, они, как скажем, не в плачевном состоянии. Ну, и тут самые такие простенькие, выносливые, поли-тойки у меня чувствуют себя просто великолепно. Им, по-моему, вообще на всё пофилу. Такие длиннющие ресницы они отрастили. Так, ладно, сейчас я выключу течение и поснимаю сверху. Так, что у нас тут? Ну, тут у меня полочка с фрагами. Что-то выставлено на продажу, что-то я просто для себя подращиваю, чтобы на полусферу прям большую уже плашечку закинуть. Скажем, вот эти вот красненькие, с красными ресничками зонтики я для себя выращиваю. Ну, а Devil's Armor. Вот что тут у нас ещё? Бам-бамы. Что у нас Eagle Eye. Кстати, вот не помню, как называются. Ну, тоже они не из дешёвых зонтики. То есть, это пока я продаю. Ну, кстати, самые ходовые у меня получаются. Это Devil's Armor. У меня они растут нормально. Колонию вот эту вот. Я периодически расфраговываю. Так, там в углу у нас получается, что у нас там получается. Не вижу, отблёскивает. Ну, это у нас Раста. Фраги я расфраговал. Монтипора. Тоже тут монти разный. Иглай опять так же. Ну, в общем, полочка со всякой мелочёвкой. И вид сверху на лесные пожары. Тоже довольно яркая монтипора. Мне нравится. Ну, ей, конечно, надо много света, чтобы она раскрыла все оттенки хорошо. То есть, у меня ей света не хватает. В принципе, в плане того, что на ней практически нету зелёного и голубых оттенков. Так на ней ещё при сильном освещении проявляются и зелёные, и голубые оттенки. Ну, у меня только красный. Ну, это неудивительно, потому что светильник у меня настроен для ЛПС кораллов. Так, что у нас там? Вот это вот монтипора, про которую я говорил. Довольно красивая, с жёлтыми точечками. Сама бордовая, а точечки жёлтые. Ультра грин. Тоже, кстати, у меня нормально так довольно хорошо разрослась. Ну, и два саркофитона. Там тоже вон жёсткие кораллы между двумя камнями. И что удивительно, они не погибают. Каким-то образом им хватает света там в тени. Удивительно. Так. Ну, и хочу сказать, от айптази я ещё не избавился. То есть, вот они, заразы такие. Я до сих пор никак не купил рыбу, которая поедала бы этих сволочей. Причина простая. Пока нет свободных финансов на покупку рыбы. Всё куда-то, в общем, не туда я трачу. Поэтому до сих пор рыбку я не купил. Скорее всего, это будет либо хельман пинцет, либо тряпочник, либо акриихт. Ну, тряпочник и акриихт стопудово будут жрать айптазию, но при этом могут покушаться на какие-нибудь другие кораллы. Надо, в общем, думать. Что будет в наличии, то и возьму. Ну, хотелось бы, наверное, всё-таки тряпочника, потому что он менее прихотлив. И 100% будет жрать айптазию. Ещё раз. Вот эти вот новички мои. Чалис. Ну, вроде недельку сидит, не облетел, уже хорошо. Пектинья вроде тоже потихонечку акклиматизируется. Тоже вроде ничём. Нормально. В общем, такие вот дела на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот видео-выпуск про мой морской аквариум. Если понравился, то ставьте пальчики вверх, ведь это лучшая поддержка от вас. Ну, и как обычно, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok